Всем привет, меня зовут Рома Лаас, я инженер-физик из Томского политехнического университета. Недавно на Сайван вышло видео про альтернативную энергетику, и в комментариях вы много писали, что мы ничего не сказали про ядерную энергетику. Ну, тут давайте разберемся немножко, что же такое альтернативное и почему мы ничего не сказали о ядерной. Под альтернативной мы имели в виду скорее возобновляемые источники, то есть преимущественно солнечную энергию и ветрогенерацию. Традиционной классической энергетикой считается энергетика, основанная на углеводородном топливе, то есть это нефть, газ и каменный уголь. Ну, навскидку можно заявить следующие вещи. Во-первых, ядерная энергетика выдает стабильный поток, реакторы очень любят работать на постоянной мощности, и поэтому они не зависят от внешних метеоусловий, как то солнце, ветер и так далее. Все-таки ни для кого не секрет, что возобновляемые источники сильно зависят от погоды. И причем это происходит не только изо дня в день. Колебания могут быть значительны из года в год, что приводит автоматически к следующей проблеме. Для них необходимо найти способ резервно поставлять электричество. То есть разрабатывать новые батареи, находить способ как-то восполнять недостатки энергии, находить способ куда-то девать излишки и так далее. С ядерной энергетикой таких проблем нет, мы точно знаем, сколько мы будем генерировать, и именно столько у нас будет в сети постоянно. Вторым преимуществом ядерной энергетики является ее, на самом деле, дешевизна. На данный момент во многих регионах мира ядерная энергетика оказывается дешевле, чем использование углеводородов и других источников топлива. Но эти цифры не очень правильные, потому что тут надо, конечно, смотреть. Сейчас по современным стандартам стоимость постройки атомной электростанции включается также стоимость ее вывода из эксплуатации, что совершенно правильно с точки зрения экологии и технологической безопасности, но что в принципе в долгосрочной перспективе увеличивает срок окупаемости. Важное и, кажется, недооцененное преимущество ядерной энергетики в том, что она является бесконечным источником сюжетов для массовой культуры. Апокалиптичные сюжеты с привязкой к реалиям поначалу рисуются разве что в Японии. В 1954-м там выходит первый фильм про Годзиллу. Со слов режиссера, монстр символизировал ядерную катастрофу. На Западе отношение к ядерной энергетике до Чернобыля было намного проще. Это можно проследить по культовому британскому сериалу «Доктор Кто». Самое долгоиграющее фантастическое телешоу в истории мирового ТВ. Первый эпизод вышел в 1963 году. То инопланетяне балуются там ядерными реакторами, то 10-й «Доктор Кто» из-за облучения перерождается в 11-го. В новом 12-м сезоне появится один из самых страшных за всю историю шоу монстров. И это не ядерная энергетика. Что меня удивило больше всего, так это то, что герои в одной из серий оказались в Новосибирске. Такая станция метро вроде как на необитаемой планете Сирота 55. Но это только на первый взгляд. Сюжеты в «Доктор Кто», как всегда, самые головоломные. Невозможно оторваться, особенно любителю фантастики. Да и не надо отрываться, потому что все серии можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» по подписке с любого удобного устройства. Если мало нового «Доктор Кто», там же из сериалов новинок Castle Rock по книгам Стивена Кинга, Рик и Морти, конечно же, в озвучке Саиндука или Саус Парк. Новые эпизоды на «Кинопоиске» появляются мега-оперативно, а некоторые шоу эксклюзивно показывают только там. А еще тысячи и тысячи фильмов — тоже по подписке. Если предстоит «Дорога», можно скачать сколько надо на телефон или планшет. Теперь это можно сделать в пару кликов в мобильном приложении «Кинопоиска». Для подписчиков с iOne у нас есть промокод на 45 дней бесплатной подписки для новых пользователей «Кинопоиска HD» на территории России. Еще одним большим преимуществом ядерной энергетики является плотность энергии, которая содержится в топливе. Один килограмм урана может заменить несколько поездов, заполненным углем или цистернами с нефтью, или газом. Одним из главных преимуществ является то, что в процессе генерации энергии на АЭС не выбрасывается углекислый газ и никакие другие парниковые газы. Поэтому, по большому счету, АЭС не влияют на процессы глобального потепления и не загрязняют атмосферу. Но вы, конечно же, скажете, не загрязняют атмосферу, зато у нас куча радиоактивных отходов. И тут давайте, пожалуй, перейдем к самым часто встречаемым проблемам атомной энергетики и начнем, собственно, с отходов. Да, они действительно существуют, у нас есть большое количество радиоактивных отходов, и мы до сих пор еще не приняли какого-то всеобщего решения на уровне человечества о том, как и куда их деть, как их хранить, стоит ли их перерабатывать. Разработки ведутся, но какого-то конечного решения до сих пор нет. Еще одной проблемой является как раз то, что я уже причислил к преимуществу. Это постоянная генерация. Дело в том, что если, например, на угольных электростанциях или газовых, или работающих на нефти мы можем побольше или поменьше топлива сжигать и немного притормаживать или ускорять генерацию, АЭС работает всегда на одной и той же мощности. Иначе реактор будет плохо, мы не сможем им нормально управлять. Дело в том, что ночью, например, потребности в электроэнергии значительно ниже, чем днем. Ну и, соответственно, в принципе, дневная потребность, она меняется в зависимости от того, когда люди идут на работу, когда начинают работать в фабрике, АЭС выдают постоянно одно и то же. То есть мы, в принципе, тоже рассчитываем на то, что у нас есть какое-то количество энергии, которое мы не можем никуда деть. Еще одной проблемой, которую важно упомянуть, является проблема возможного распространения ядерного оружия. Дело в том, что технологии ядерного оружия и ядерных реакторов неразрывно связаны между собой. Собственно, поначалу реакторы именно использовались для наработки плутония и создания ядерного оружия. Но над этим сейчас работает очень много крупных международных организаций, в первую очередь, естественно, МАГАТЭ, Международное агентство атомной энергетики. Заключается большое количество договоров, таких как, например, Дняо, договор о нераспространении ядерного оружия. Есть целая система международных гарантий нераспространения ядерного оружия. И, в принципе, мир движется постепенно в сторону демилитаризации, то есть разоружения. Есть разное количество двухсторонних договоров, и сейчас боеголовок у нас гораздо меньше, чем было во времена Холодной войны, потому что и США, и Россия постоянно уменьшают свое количество ядерных боезарядов. Единственное, мы сейчас в этом плане встали на какой-то странный этап, потому что пока Россия и США разоружались, Китай продолжал наращивать свой ядерный потенциал, и сейчас мы все вместе ждем, когда уже три крупных ядерных державы договорятся и начнут понижать свое количество ядерного оружия. Ну и, конечно же, главным недостатком атомной энергетики является ее не очень хорошая репутация в мире. Все знают про Чернобыль, все знают про Фукусиму и все знают про несколько других крупных аварий на АЭС, которые унесли жизни людей и которые нанесли большой ущерб экологии. Давайте все-таки более подробно разбираться, ядерная энергетика это хорошо или плохо, может ли она реально заменить альтернативные источники энергии, может ли она заменить классическую энергетику и вообще, что будет дальше с атомной электрогенерацией. На самом деле технологии атомных электростанций это не что-то, что придумано исключительно человеком. В мире действительно существовал природный ядерный реактор, он находился там, где сейчас находится местечко Окла, в Габоне, и там много-много-много лет назад на протяжении сотен миллионов лет шла настоящая цепная реакция деления. Там было 16 очагов, как мы бы сейчас сказали, 16 энергоблоков, в которых регулярно делится уран. Как это происходило? Дело в том, что много лет назад делящегося нуклида, урана пятого, про это мы чуть-чуть попозже поговорим, было больше, чем сейчас. Ну почему? Потому что он еще не весь успел распасться. Грубо говоря, 2 миллиарда лет назад топливо, которое находится в земле, было более обогащенным, чем сейчас. Топливо залегало не очень глубоко и была такая геологическая ситуация, что оно было залито водой. И получается, у нас было топливо в хорошей концентрации и у нас была вода, которая играла роль теплоносителя и замедлителя. Практически все, что нам нужно в современных реакторах. Из-за этого реакция начинала идти, вода начинала выкипать, как только она выкипала, реакция останавливалась, затем через какое-то время грунтовые воды снова затекали и реакция снова продолжалась. И так шло, и шло, и шло, и шло. Так что, в общем-то, эту технологию мы позаимствовали у природы. И можно сказать, что ядерный реактор – это самая природная технология, которая у нас есть. Откуда вообще берется энергия в ядрах? По большому счету, любая энергетика, которую мы посмотрим, любая – это энергия Солнца. Ну, давайте приведу простой пример. Мы вот говорим, что мы сжигаем уголь. А откуда взялся уголь? Ну, уголь – это углеводороды, то есть это некогда живые формы, которые существовали на Земле много-много-много миллионов лет назад. Скажем, ну, не знаю, растения, деревья, возможно, какие-то бактерии, возможно, животные, которые по тем или иным причинам оказались глубоко под землей и под большим давлением и температурой сформировали то, что мы сейчас добываем в виде нефти, газа и угля. А откуда эти деревья и эти живые формы взяли энергию? Ну, естественно, они взяли ее от Солнца. То есть, грубо говоря, когда мы сжигаем нефть, мы тоже используем солнечную энергетику. То же самое происходит и с ядерной, но это более сложный процесс. Дело в том, что в нашей Вселенной, если так посмотреть по большому счету, все, что есть в свободном виде – это водород и, может быть, немножко гелия. Единственные места, где у нас образуются более тяжелые элементы – это звезды. Поскольку мы понимаем, что уран – это значительно более тяжелый элемент, чем водород или гелий, можно сказать, что он образован так или иначе в процессе эволюции звезд. То есть, это тоже солнечная энергетика, ну, не факт, что именно Солнце, а такой протозвезды, которая была до Солнца, потому что именно после взрыва этой звезды образовалась наша планета и все, что находится на ней. То есть, энергия внутри ядра – это тоже скрытая энергия звезд. Все, что у нас есть, оно идет от звезд в плане энергетики. Поэтому не надо так сразу отторгать ядерную энергию, как что-то зловещее или страшное, как раньше любили говорить, что человек полез туда, куда ему не надо, и открыл двери, которые не стоило открывать, ящик Пандоры. Но так говорят про всякую новую технологию. Понятно, что сама по себе технология не хорошая, не плохая, она просто есть. Вопрос в том, как мы ее используем. Итак, в двух словах, что же нужно, чтобы получать энергию из ядера? Но для начала нам нужен ядерное топливо. Основным ядерным топливом на планете Земля сейчас является изотоп урана-235. Напоминаю, что такой изотоп – это определенный вид химического элемента. То есть, в случае с ураном в природе есть три вида урана. Уран-238, уран-235 и уран-234. Большая часть урана на Земле – это уран-238. Его 99,3%. Примерно 0,7% – это уран-235. И меньше 0,01% – уран-234. Всего практически нет. И вот именно столько урана-235 у нас есть – 0,7%. И именно он нам и нужен. И в этом большая проблема. То есть, сначала нам нужно найти уран. Это задача геологов, геологоразведки и так далее. Потом нам надо его добыть. И это задача шахтеров. Ну, тут, кстати, есть два способа добычи урана. Ну, по большому счету их больше, но основных два. Это либо шахтный метод, когда мы буквально что-то достаем в виде руды, либо так называемое подземное выщелачивание. Это когда мы закачиваем в специальной штольне под землю химические реагенты и выкачиваем их обратно, уже содержащими уран. Затем нам нужно очистить руду. Это тоже достаточно сложная задача. Дело в том, что большинство соединений, которые находятся у нас внизу таблицы Менделеева, химически ведут себя очень похоже друг на друга и очень сложно их друг от друга отделить. Но, тем не менее, мы их отделяем, достаем именно уран. Обычно он находится в форме соединения с забавным названием «желтый кек» или «заки-сёки». Не знаю, как вам больше нравится. Это уран-3О8. Дальше идет процесс обогащения. Это большой, сложный процесс. Дело в том, что нам нужно разделить вот этот уран-235 и уран-238 и сделать так, чтобы в нашей композиции урана-235 стало больше. Но как мы можем это сделать, если химически они ведут себя абсолютно одинаково? На самом деле нам нужно превратить их в газ. Почему? Потому что мы хотим, грубо говоря, засунуть их в центрифугу, начать вращать и отделить более тяжелое от более легкого в процессе вращения. Как вы понимаете, закинув кусок металла и начать его вращать, мы ничего не получим, как и с порошком. Нам нужен именно газ. Для того, чтобы превратить уран в газ, мы используем очень неприятное вещество, которое называется фтор. Неприятное оно, потому что оно дико активное. Именно поэтому мы можем его использовать, чтобы превратить уран в газ, но работать с ним такое. Получаем гексофторид урана. Этот процесс называется конверсией. В итоге в виде гексофторида урана мы уже можем провести процесс обогащения, потом нам нужно провести процесс деконверсии, то есть из гексофторида получить снова какой-то оксид урана, потом сфабриковать его в топливо. Топливо обычно делается в виде маленьких таблеток. Из таблеток собирается стержень, стержни собираются в сборку, и эта сборка уже идет прямиком в реактор. Процесс очень сложный. Это еще один такой минус. В отличие от угля или нефти, который мы добыли, сожгли и получили, здесь у нас возникает огромный процесс, который называется ядерный топливный цикл. Причем то, что я рассказал, это так называемый фронт-энд. Начало. Потом мы засовываем это в реактор, а затем идет бэк-энд. Обращение с отработанным ядерным топливом и процесс захоронения. Ну, также процесс регенерации. То есть это все достаточно сложно. Именно поэтому ядерную энергетику могут позволить себе далеко не все государства, и это продвинутая технология. Может ли ядерная энергетика заменить все виды другой энергетики на Земле? Спойлер, не может. И у того есть несколько больших серьезных причин. Во-первых, уран тоже не бесконечный. Его запасов на данный момент при текущей генерации по разным оценкам хватит примерно лет на 200. Мы можем увеличить это число, если используем реакторы-бридеры. Это такие реакторы, которые вырабатывают больше топлива, чем потребляют. Это отдельная очень интересная тема. Можете погуглить или мы когда-нибудь сделаем про это отдельный выпуск. И можем, например, научиться выкачивать уран и добывать его из морской воды. Там запасов урана хватит еще по разным оценкам где-то на 30 тысяч лет. Но, как вы сами понимаете, добывать что-то из морской воды – это очень трудоемкий и дорогой процесс. Недавно вышла статья, в которой рассматривали возможность полностью перейти на атомную энергетику. И по нескольким соображениям это оказалось невозможно. Ну, например, по соображениям количество Земли, которое нам банально нужно для строительства атомных электростанций. Там рассчитали, что при текущем электропотреблении нам потребуется примерно 15 тысяч энергоблоков. А тут надо понимать, что энергоблок не стоит сам по себе. Вокруг него должна быть станция, должно быть место, где живут люди, которые там работают. Должны быть все этапы ядерного топливного цикла, то есть где-то должны находиться фабрики по переработке руды, по обогащению, по деконверсии, по хранению отработанного топлива и так далее. И все это займет просто огромное количество места. Получается, уран тоже не бесконечный, и Земля у нас не бесконечная. Поэтому мы не можем просто все застроить атомными электростанциями от и до. Еще одной проблемой является то, что АЭС строится в среднем на срок от 40 до 60 лет. Потом мы неизбежно обязаны будем ее заменить просто из-за эффектов нейтронного охрупчивания. Дело в том, что в реакторе большой нейтронный поток, они влияют на все материалы, которые мы используем. И эти материалы начинают трескаться внутри на таких уровнях, которые невозможно как-то предотвратить. То есть это неизбежный износ оборудования, и оно обязано быть заменено через какое-то время. В лучшем случае пока что мы можем рассчитывать на 60 лет работы, и через 60 лет мы должны будем все это заменить. В соответствии с этим встает вопрос, а стоит ли так много вкладывать сил, времени, энергии, денег в технологию, которая не может быть масштабируема в нужном нам количестве, и которая в принципе стоит много денег. Ответ на этот вопрос скорее положительный, чем отрицательный, потому что нам как человечеству постоянно нужно больше и больше и больше энергии. Понятно, что мы не можем продолжать сжечь углеводороды, потому что мы просто уничтожим собственную экологию и приведем к глобальному потеплению в таких масштабах, что не сможем жить на нашей планете. К тому же нефть и газ тоже не бесконечны. Понятно, что мы не можем полностью перейти на энергию солнца и ветра, потому что они сильно зависят от внешних условий. Также понятно, что у нас не хватит рек, чтобы покрыть все гидроэлектростанциями, у нас не хватит места, чтобы построить какие-то приливные станции и обеспечить ими все. Есть несколько других проектов, например, коллекторы тепла, которые ставятся в пустыне. Система зеркал собирает энергию, нагревает ей теплоноситель, и это дает нам нужный нам ток и электричество. Но этого тоже не хватит. Никакое решение единственное не может оптимально покрыть все и быть одновременно экологичным, безопасным, стабильным, постоянным и так далее. Это просто утопия. Использование АЭС – это очень удобно, особенно в некоторых определенных регионах, где мы не можем использовать солнечную энергетику, например, на севере или в местах, где нет рек, или в местах, где нестабильные ветра, потому что мы поставили одну атомную электростанцию и на 50 лет мы хорошо обеспечили себя стабильной энергией. Можем ли мы как-то улучшить те концепции атомных электростанций, которые у нас есть на данный момент? На самом деле, да. Современные реакторы, которые строятся, не считая тем, что были 50 лет назад. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения энерговыделения, и по многим другим причинам. Во-первых, сейчас реакторы строятся большей мощности, поэтому нам нужна одна площадка, и мы можем получать больше электричества с ней. Во-вторых, вопросы безопасности проработаны гораздо лучше, потому что все, что у нас было из негативного опыта, учтено, и большое количество изменений внесено в дизайн, чтобы не допустить тех ошибок, которые уже были. Есть еще концепции маленьких реакторов, таких как КЛТ-40С, который стоит сейчас на Академике Ломоносове. Плавучей атомной теплоэлектростанции, которая сейчас находится в ПИВЕКе, и это интересная идея, попробовать построить реактор, который будет двигаться, его можно будет двигать по территории севера по воде, чтобы обеспечивать энергией те регионы, которые в ней нуждаются больше всего на данный момент. Еще одна интересная дорога — это строительство реакторов-бридеров. Они работают на быстрых нейтронах, они способны производить больше топлива, чем мы в них загружаем, и они способны создать так называемый закрытый ядерный топливный цикл. То есть мы получаем более эффективную переработку топлива, меньше проблем с отходами и в целом больше энергии. Но работа с быстрыми нейтронами — это не очень безопасная вещь. Сейчас есть несколько концепций и рабочих реакторов, таких как, например, БН-600 и БН-800 в России. Они отрабатываются на Белоярской АЭС. Эта технология активно сейчас тестируется, понятно, что не без проблем, но в целом пока что все идет очень даже хорошо, и мы получаем интересные результаты. Еще одной перспективной технологией является уран-ториевый ядерный топливный цикл. Торий мы тоже можем использовать в качестве ядерного топлива, и тория тоже много на Земле. Если мы еще разработаем технологию получения энергии и истории, мы продлим срок работы реакторов как технологии в принципе еще не на одну сотню лет. Ну и главный вопрос, который всех, наверное, беспокоит — это вопрос безопасности. Тут сложно отрицать влияние Чернобыльской и Фокусимской катастрофы на восприятие людьми АЭС как технологии в целом. Это были страшные технологические аварии, которые унесли с собой жизни многих людей. Но надо понимать, что все дается определенной ценой, и тут вопрос оценки рисков. Суммарно на данный момент реакторы проработали примерно 15 тысяч реактора лет. То есть если один реактор работает один год — это один реактор год. 15 тысяч реактора лет — это все равно, что 15 тысяч реакторов работали бы один год или один реактор работал бы 15 тысяч лет. Как-то так. И за это время у нас было только две таких крупных серьезных катастрофы. Это, собственно, Фокусима и Чернобыль. И, в принципе, было еще определенное количество аварий, около 8-9 достаточно серьезных, но которые не принесли таких серьезных последствий, как Фокусима и Чернобыль. То есть, в принципе, это не такое большое число катастроф, которые происходят на таком промежутке времени. На самом деле тут работает еще один эффект — так называемая эвристика подтверждения. Это примерно то же самое, как боязнь людей летать на самолетах. Люди боятся летать на самолетах, во-первых, из-за отсутствия контроля, ну, иллюзии контроля. А во-вторых, потому что каждая авиакатастрофа активно освещается в СМИ, и люди знают, что самолеты падают. И хотя мы все давно в курсе, что статистически ездить на машинах гораздо опасней, и гораздо больше людей гибнут в автокатастрофах, все равно больше людей боятся летать на самолетах, чем ездить на автомобилях. Примерно то же самое происходит здесь. Мы все знаем про крупные аварии на АЭС, но почти никто ничего не знает о том, сколько жизнью носят другие виды энергетики. А на самом деле числа достаточно большие. Если посмотреть статистику по количеству смертей на выработанный тераватт-год энергии, то цифры окажутся очень даже удивительными. Выяснится, что ядерная энергетика не только значительно безопаснее угольной, нефтяной, газовой энергетики и так далее, но она даже безопаснее, чем ветряки. Хотя, казалось бы, как ветряки могут кого-то убить? Ну, судя по данным, еще как могут. Правила безопасности на современных АЭС самые строгие среди всех других видов энергетики. Никто так не контролирует ни угольные станции, ни нефтяные, ни солнечные панели, ни ветряки, ни ГЭС. Потому что уровней контроля там огромное количество. И есть разные виды безопасности. Есть специалисты, которые рассматривают ядерную безопасность, то есть следят за тем, как управлять реактором. Радиационную безопасность, то есть следят за тем, чтобы не было загрязнений и чтобы никто не получил никакой дозы. Есть физическая ядерная безопасность, то есть мы защищаем реактор от воздействия других людей. Технологическая безопасность, когда мы постоянно проводим проверки и контролируем состояние нашего оборудования. То есть АЭС – это огромная точка для контроля, которая все время находится под пристальным наблюдением. Именно поэтому она чаще является гораздо безопаснее, чем любой другой вид энергетики. Есть интересная статистика, которая говорит о том, что АЭС как бы даже спасла 7 миллионов жизней, а не то чтобы унесла. Цифра, конечно, притянута за уши, но создана она примерно таким образом. Каждый год миллион людей примерно погибает из-за загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха – это вполне конкретная вещь. И происходит оно в том числе потому, что мы сжигаем уголь, например, выбрасываем угольную пыль. Если пересчитать, сколько угля нам пришлось бы сжечь, если бы мы не использовали атомную энергетику, то мы бы выяснили, что погибло бы больше на 7 миллионов человек. Понятно, что это такая себе цифра, но идея примерно такова. Из-за того, что мы не выбрасываем грязь в атмосферу и воздух вокруг АЭС чище, это приносит гораздо больше пользы для здоровья людей. Отдельно важно упомянуть вопрос с отходами. Да, они действительно есть. Да, мы действительно не знаем окончательно, что с ними делать и как их хранить. Многие государства просто их держат, пока не придумают какое-нибудь более технологичное решение. Но их на самом деле не так много, то есть это не какой-то сумасшедший объем, и они вполне спокойно себе хранятся на полигонах. Тут давайте опять же не будем рассматривать атомную энергетику в отрыве от всего остального и сравним это, например, с классической энергетикой, куда деваются отходы после угольных электростанций, да прямо в воздух, и никто их не контролирует. Причем мало кто знает, что угольная пыль тоже является радиоактивной, потому что уголь мы тоже достали из земли, но там никто особо не отслеживает строго, какое содержание радиоактивных элементов было в той или иной породе. И когда она сжигается, все это выбрасывается, и люди всем этим дышат. Попробуйте пообщаться с кем-нибудь, кто живет в шахтерских поселках или где-то, где все отапливается при помощи угля, там в Кузбассе или еще где-нибудь. Это не очень приятная затея, это не очень приятная история, это постоянная грязь, это черная угольная пыль, это дожди непонятного содержания, и это очень плохо для экологии. Кстати, если вы померите радиационный фон вокруг угольной станции и атомной электростанции, возможно, вы удивитесь, но вокруг угольной станции он будет значительно выше, как раз потому, что все радиоактивные материалы на АЭС очень жестко контролируются и находятся в одном месте, тогда как после сжигания угля они просто выбрасываются в атмосферу. По большому счету мы все ждем открытия нового вида энергетики, который будет суперэкологичный, суперэффективный, это термояд, то есть термоядерная энергетика. Но до открытия термоядерной энергетики еще долго. Современные термоядерные реакторы едва ли успевают выработать столько энергии, сколько нужно им самим для поддержания собственной работы, и то это уже считается научным прорывом. Ученые дают совершенно разные оценки, кто-то там от 30 до 100 и больше лет, и непонятно, когда мы достигнем этой точки. Но пока мы не вышли на этот уровень, нам нужно как-то обеспечивать собственные энергопотребности. И поэтому никакого одного уникального решения просто не может быть. Но в пользу чего, альтернативной или ядерной энергетики, это решение еще предстоит принять. Наши потребности в электроэнергии как человечество постоянно растут. И пока мы находимся на пути к поиску какого-то оптимального, идеального решения, такого как термоядерная энергия, нам придется получать энергию с других источников. Вполне очевидно, что нам нужно отказываться от сжигания углеводородов, потому что нефть, газ и уголь очень сильно вредят нашей экологии и в принципе являются не самыми технологичными средствами. Из выходов адекватных, которые у нас сейчас есть, это альтернативная возобновляемая энергетика и ядерная. И у той, и у той есть свои проблемы, есть свои преимущества. Скорее всего, нам нужно выходить на какую-то комбинацию. Но уже понятно, что заменить все каким-то одним единым источником энергии мы просто не сможем. Если вам интересно больше узнать о ядерных технологиях, о том, какие новые концепции АЭС существуют, про жидкометаллические теплоносители или про то, что мы собираемся делать с ядерными отходами, обязательно жмите лайк, пишите свои комментарии и тогда мы сможем больше об этом рассказать. О чем я обязательно расскажу в одном из следующих роликов, это о том, что такое ядерная криминалистика и как мы противодействуем распространению ядерного оружия. О том, как обнаружить, есть ли незарегистрированная ядерная программа в одном из государств. И о том, как найти, откуда взялся ядерный материал, если он внезапно появился из ниоткуда, где-то там, где его быть не должно. Спасибо всем, кто досмотрел аж досюда. У вас есть что-то ядерное. Но иногда надо расслабляться. Специально для вас. Вот промокод на 45 дней бесплатной подписки на Кинопоиск HD для всех новых пользователей на территории России. Кинопоиск HD для всех новых пользователей.